С этой недели меняются графики приема. Теперь в Комитете земельных и имущественных отношений Казани многодетных родителей будут принимать не дважды в неделю, как раньше, а ежедневно. Сейчас в очереди за участками около 4000 семей. Некоторые из них объединились и строят планы в виртуальном пространстве, чтобы в реальной жизни было легче построить дом. Слово Екатерине Кудиновой. Пока эти поля пустые, но в будущем на огромном участке в селе Каймара Высокогорского района будут жить около 2000 семей. Сейчас многие не имеют даже представления, что и как строить, реально ли в поле возвести семейный городок. Над этим вопросом серьезно задумались многодетные родители. У нас тоже нет сейчас денег на строительство. Нас тоже интересует, где там будут наши дети, сможем ли мы работать, когда мы там поселимся. Светлана Авилова по образованию архитектора. Она взяла для расчета готовый проект дома и разработала разные варианты планировки. Этот чертеж поможет узнать, на какую сумму брать кредит на строительство. Также участники организации «Семейный городок» сообща смогут выработать общий дизайн поселения, оптом заказывать и доставлять материалы, а главное строить дома вместе. Кто-то электрик, кто-то отделочник, кто-то строитель. Если кто в данный момент находится без работы, могут вполне принимать участие в нашем проекте. Авторы идеи сами стоят в очереди на участок и обещали принять до Нового года. Тем не менее, они уже не раз встречались с многодетными и обсуждали, как обжить эти земли. Ведь масштабная стройка начнется уже следующим летом. В ожидании на дело в семье времени не теряют. Многодетные объединились в социальных сетях и ведут оживленную переписку по поводу возведения будущего городка. Всех волнует инфраструктура. Ее развитие позволит создать рабочие места для самих жителей. В планах строительство пекарни, швейной мастерской и автосервиса. Екатерина Кудинова, Павел Прищепов, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.